Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики. Ну что, вот в этом сотейнике у меня вареная свекла я сварила. А здесь вы все прекрасно понимаете, что это лепестки чайной розы. У меня есть на канале рецепт видео варенья с этих лепестков. Оно очень полезное. Советую вам приготовить. Сейчас вот именно пора. Чайная роза она цветет. Но я сегодня не буду готовить варенье. Я вот немножечко нарвала розы у соседки. У меня уже нету чайной розы. Я смотрела Эдика. Есть такой профессиональный повар. И мне очень понравилась идея, как он свеклу, обычную свеклу, мариновал вот именно в чайной розе. Аромат свекле придавал аромат чайной розы. Сегодня я хочу... Знаете, рецепт не показан, как это происходило, что к чему. Ну, я попытаюсь, конечно, это сделать. Сейчас я, свекла пусть пока не стоит, возьму чайную эту розу лепестки в емкость и, наверное, чуть-чуть ее перебью погружным. Немножечко водички, наверное, придется дать, потому что без водички ничего не будет. Вода холодненькая. Ну, я потом туда налью. Сейчас мы делаем методом тыка. Прямо в измельчителе попытаюсь... Я вам скажу, что вместо воды можно налить немножечко... Тут даже вода и не прошла, как говорится, через розу. Можно налить немножко растительного масла, потому что растительное масло... Вот смотрите, когда розу будете делать, осторожно, смотрите, я уже перебрала ее все и все равно кое-где получаются какие-то там мошки. Так что смотрите, чтобы у вас роза не была с мясом, а то готовим вроде бы такую вегетарианскую еду, а кажется с мясом. Так, я сейчас так и сделаю. Вода у меня была та немножечко кипяченая. Чуть-чуть масла, без запаха. И перебью. Сделаю такую кашицу розовую. Что, вот такая каша получается, меньше не измельчает. Ну, попробуем даже в такой каше. Я сказать, что оно пахнет розой, сильно не могу. Вот понимаете, вот в чем проблема телевизионных шоу кулинарных. Они не показывают, как это делается. Вот это про... Да, аромат с ароматом чайной розы. Как это делается? Что туда добавляется? Капли взять искусственные добавить? Ну, это понятно, что розовое масло, которое продается. Но, сказано было роза, лепестки розы чайные. Но я не вижу такого запаха. У меня наоборот пахнет травой, но не розой. Ну, ничего. Еще сейчас перебиваю, посмотрим. Может, она сама свекла натянет запах, аромат розы. Так, ну что. Я очистила свеклу. Вот она. Даже, между прочим, может, эту розу можно чуть-чуть как бы приварить. Или поставить на водяную баню, чтобы она прогрелась. Когда от нагревания масла лучше выделяется. Ну, пусть так. Не получится у нас по-мажорному с розовым ароматом. Мы придумаем, что сделать. Мы такие, правда? Так. И сейчас я беру свеклу, так разрезаю на 4. И отправляю сюда. Эту можно на 8, потому что она побольше. И перемешиваю. Конечно, так, вот таким рецептом, таким способом делается свекла, когда она подается, ну, вот просто свекла. И с йогуртом каким-то, знаете, маложирным, не кислым, не сладким. Именно йогурт такой нейтральный. Потому что здесь важно, чтобы именно свекла и аромат розы. Все, больше ничего. Ну, посмотрим. Если мы даже сделаем, извините, помечтаем, чтобы пахло розой, а сделаем по типу винегрета, то это не страшно. Все. И вот так вот я оставляю, пусть постоит. И потом будем времени от времени, час пусть постоит, перемешивать, чтобы... Ну, нет, немножко пахнет, ребята. Уже начинает пахнуть. Смотрите, какая у нас получается. Слышите? Да-да, немножечко уже пахнет. Все, пусть стоит. Можете накрыть пленочкой, можете крышкой. Часок пусть постоит. И так вот перемешивать. Минуточку. Я начала эту свеклу. Постояла она у меня 3 часа. Может, больше в холодильнике. Вот вытащила, открыла. Но я не слышу здесь такого аромата розового. Ну, какой-то это, знаете, вот все-таки есть секрет у кулинара, который не открывает и не показывает. Ну, сейчас я, знаете, что еще попытаюсь. Я знаю, когда я варю розовое варенье, то роза при нагревании отдает аромацию. Я попробую еще на сковородке вот это прогреть, эту свеклу, что получится. Вот прогрею и посмотрю, что будет. Ну, в маленьком огонечке. Вместе с розой совсем. Тут же масло у меня есть растительное. Выбрасывать в любом случае не буду. Ну, цвет красивенький, конечно. Ну, чтобы такой ярко выраженный аромат был розы, то нет. Ну, что, я приготовлю, коль с розой не получилось, оно вкус нам не испортило. Чуть такой отдаленный есть розовый привкус, но пусть он и будет. Я приготовлю сейчас. Вот гуляш приготовлю такой. Знаете, как говорится, постный для веганов. Ну, для веганов это нужно сюда добавить томатную пасту, лучок. А я добавлю сюда сметанный соус, то есть сметану соединю и с чесночком. И сольку, перец залью. И вот такой вот будет гуляш свекольный. Вот у меня сколько сметаны, видите, чуть меньше половинки. Добавлю сюда щайника, вот сейчас кипяточка. Все это размешаю, не отходя от кассы. Никогда не бывает такое, что вот экспериментируешь, прорабатываешь рецепт, ну, не получается то, что ты хотел. Никогда ничего выбрасывать не надо. Не получился один рецепт, сейчас сделаем другой. Так, размешиваю эту сметану всю горяченькой водичкой. Ничего я не добавляла, пока не соль, у меня сухой чеснок. Хотя я добавлю сейчас, наверное, зеленые стрелочки. Вот так. Нарежу сейчас чесночка. Вот я нарезала три стрелки чеснока. Во-первых, красивее будет зеленое. Нет у вас такого, добавляйте, какой есть. И добавлю сейчас соли чуть-чуть, потому что они соленые. Здесь уже по вкусу. У меня адыгейская соль здесь есть, и чеснок здесь есть, и перец черный молотый. Но по вкусу добавим давайте еще немножечко черного перчика. И все будет хорошо. Вот так перемешиваем. Видите, еще и роза соединилась со сметаной, так ничего, и цвет получился. Самое главное не расстраиваться. Вот такая красота. Соус сметаны будет вкусный. Его можно кушать и с другими блюдами. Ну, видите, срабатывает здесь пословица. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот смотрите, какая красота получилась. На вкус попробую. Очень даже таки ничего. Сметанка у меня свежая. Так, чуть-чуть кислинка, далекая. Соус пробую, потому что свеклу я знаю. И пробую, как соединилась. Замечательно. Как соединилась роза и сметаной. Ну, что, довольно-таки богатый вкус соуса. Вот сейчас закипело, все, выключаю, и наше блюдо готово. И вот вам гуляш вот такой вот есть. Свекольный. Никогда не готовили? Да я тоже никогда не готовила. Вот получилось то, что получилось. Сейчас попробуем наш гуляш. Выглядит, между прочим, неплохо. Довольно-таки неплохо. Листик, ну, вы понимаете, идет вот такой цвет красивый. Такой розово, немножко сирене. Вот такой, видите? Листик свеклы для красоты. И пробуем наш свекольный гуляш. Вы скажете, что там пробовать? Ох, какой он яркий. Он полностью приготовился. Да, вот это да. Я, конечно, сейчас шучу. Но все равно мы сейчас попробуем, что же у нас получилось. Свекла. Как мой Саша говорит, свекла. Да, свекла. Но я вам скажу, знаете, сначала можно подумать, что это свекла со сметаной, с чесночком. Нет. Свекла, вот этот соус очень вкусный. Роза свое дело сделала. Я вам скажу, что это съедобно. И даже это вкусно. Супер. Говоря, когда я это сваденька достала, думаю, ну, сейчас добавлю соленый огурец, картошку сварю, сделаю что-то по типу такого, знаете, оливье, ой, винегрета. А потом как-то где-то у меня мысль какая-то в голове. Раз, проснулась. И думаю, а ну-ка, проэкспериментирую. Ребята, это вкусно. Это просто. Но это вкусно. Кто вот на здоровом питании, пожалуйста, готовьте. Даже можно эффект тот же самый, можно свеклу после розы не проваривать, а вот добавить. Ну, я прогрела ее, конечно. Ну, я имею в виду не прогревать. А добавить сметанный соус вот такой вот и кушать. Но тогда будет просто как салат. А так у нас действительно получился как гуляш крупными кусками со свеклы. До свидания. До новых встреч. Смотрите, делитесь в соцсетях и экспериментируйте. На кухне экспериментировать всегда очень интересно. А что же получится? Ну, вообще в жизни экспериментировать интересно. Все, до свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok